СПАРТАК И Сергей Родионов тоже не стал скрывать. Немного опасались, что настрой на безнадежного аутсайдера будет не тот. Напасались, выходит зря. СПАРТАК гроссмейстерски успокоил всех за него болеющих, забив быстрый гол, который всегда так нужен очевидному фавориту. Вы знаете, каждый матч он серьезен, и Химки не исключение. Почему как-то на Химки надо, по-особенному. У нас пять финалов, мы боремся за чемпионство. В центре поля у Химок постоянно образовывалось пространство, которое хотели заполнить все игроки в красно-белой форме, кому было не лень. В этом эпизоде не лень была Баженову. Именно после его удара Велитон успешно сыграл на добивании. Преимущество во владении мячом у Спартака было неимоверным, доходило до 70%. Очевидно, что укрепление счета было только вопросом времени. На правом фланге красно-белой атаке все было так хорошо, что Паршевник проводил на чужой половине поля не меньше времени, чем на своей. Он не особенно и быстро двигался с мячом, а когда понял, что его никто так и не встретит, решил наконец пробить. Тяжелый матч был, потому что Химки пытались что-то, ну, боролись, пытались, пытались как-то хлопнуть дверью в конце сезона, тем более сыграли с Спартаком. Поэтому и тяжелые условия, и дождь, и поле, как бы уже не в таком хорошем состоянии, какой был в начале сезона. Поэтому тяжелая игра была. Второй тайм грозил превратиться в формальность. Было лишь интересно, забьет ли Спартак еще. Химки после перерыва начали играть активнее, но по-настоящему опасных моментов у ворот Джанаева не было, хотя вступить в игру ему все же несколько раз пришлось. Гости после перерыва действовали чуть менее собрано. Ситуация позволяла. И все же мяч до ворот постоянно доводили. Далкипер Химок пропустил немало, но если бы не его действия, было бы еще больше. В общем, я уже привыкнул. Семь игр одно и то же. Неприятно было, конечно, хотелось по минимуму получить. Итог матчу подвел Велетон. Кстати, вновь его ассистентом стал Баженов. Бразилиец оформил дубль и одновременно повторил еще очень важное для любого спартаковца достижение. После этого мяча на его счету в нынешнем сезоне стало 19 голов. Столько же забил за Спартак Тихонов в 99-м. Александр Бедрев, Казим Шахназаров, Футбол России. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова